Всем добрый вечер, с вами Никита Петров. В предыдущем видео по гамбиту Мора мы остановились на схеме из-за черных, в которой они развиваются по мотивам шевелингенского варианта в открытой солянке. В начале же данной серии видео мы поговорим о других схемах, в которых черные выводят слану G4, или по крайней мере пытаются это сделать. Наиболее часто встречающийся порядок ходов для исполнения подобной идеи черных это Е4, С5, Д4, СД, С3, ДС, конь С3, конь С6, конь Ф3, Д6, слон С4. Ну а так, если черные здесь хотят вывести слану G4, перед ними стоят некоторые тактические трудности. Ну, начнем с довольно примитивного варианта, если черный играет слану G4 сразу, ну такая вот очень простая тактика, белый бьет на Ф7, если король Ф7 играет конь Ж5, отыгрывает пешку, получает выигранную позицию. Таким образом, слану G4 играть нельзя. И казалось бы, самым напрашивающимся ходом из-за черных является ход конь Ф6. Так, как ни странно, ход конь Ф6 в данной позиции не работает. К тому есть конкретное объяснение. Дело в том, что после конь Ф6 у белых есть сильный ответ Е5. То есть, идея черных в том, что если белый играет, например, 2-0, или любой другой неконкретный ход, то после слану G4 позиция, на мой взгляд, уже сильно в пользу черных. Потому что слон развивается на очень удобную, активную позицию, нет ни позиции, ни одной слабости, какие атаки по центру за белых не проходят. Но, к счастью, находится ход Е5. После него белый все срастается. Начнем с того, что у черных конь под бой, но они должны как-то эти проблемы решать. Есть три возможных ответа. Только один из них заслуживает серьезного внимания. Два остальных проигрывают. Но ход конь Е5 проигрывает просто элементарно. Потому что белый отвечает конь бьет Е5, Де, слон бьет Ф7. Ну, такая вот тоже типичная тактика. Король бьет Ф7, ферзь бьет Д8, у белых лишний ферзь. С ходом Де разобраться, конечно, несколько сложнее, но тоже возможно. Здесь вот белые меняются на Д8. Казалось бы, странно. Годбитная игра. Две пешки пожертвованы, а белые меняют терзей. Но все решает конкретика. Теперь, если черные бьют королем на Д8, за белых проходит сильный ответ конь G5. И, как ни трудно, боится черным здесь невозможно защититься от всех угроз. Конь бьет на Ф7. Какой-то другой конь в варианте скачет ДБ5. В общем, отвратительная позиция здесь у черных. Видимо, просто проиграла. Поэтому единственный ход заслуживающего внимания остается — ход конь Д8. Здесь белые продолжают конкретную игру по слабости. Он играет конь Б5. Попадает на вилл конь С7. В общем, достаточно забавно, но в интернете, хоть меня часто играли здесь король Д7, я давал мат. Вот такой. Разумеется, ход король Д7 абсолютно не серьезный. Нужно играть как-то по-другому. Конь Е6 не проходит, потому что белые сначала выбивают коня, потом делают вилку, забирают ладью с выигранной позиции. Поэтому единственным разумным ходом остается ладья Б8. Да, и вот тут вот... Дело в том, что... Практически во всех источниках, которые я видел, здесь написано, что белые должны играть конь Е5. Да, и после... После Е6. Конь С7. Король Е7. Да, утверждается, что эта позиция в пользу белых. Ну, на первый взгляд, кажется, что она не просто в пользу белых фактически выиграна, потому что у черных король в центре, и все фигуры не развиты, стоят по последней линии. И белые в ближайшее время, кажется, что заматуют. На самом деле, эта позиция неясная. Неясная. Я даже не удивлюсь, если черные могут отбить эту атаку, откупившись, к примеру, пешкой, и благополучно пристать к ничейной гавани. Поэтому здесь вот я немного поанализировал эту позицию, и пришел к выводу, что самым сильным ответом за белых является ход конь С7. Видите, даже восклицательным знаком его пометил. За король Д7 белые просто убирают коня обратно, и вот в этой редакции черным очень легко, очень тяжело защищаться. Угрожает конь Е5, и каких-то разумных методов обороны придумать крайне тяжело. То есть вот тот вариант, который я сейчас приведу, это первая линия компьютера за обе стороны. Ну и вы увидите, насколько чертом там тяжело жить. С1, Е6, конь Д5, король Е7, Б3 с угрозой слона 3 и матом, конь Д7, единственный ход слона Ф4, размен на Е5, ладья А8, конь С7. Начинаются конкретные тактические проблемы. Ну, видно, что следующим ходом белые переведут ладью на Е1, и черным в ряды суждено продержаться в этой позиции больше, чем 10 ходов. То есть отсадка компьютера здесь плюс 1, но, наверное, реальный перерез белых даже больше. Однако, вот казалось бы, ход конь Ф6, то есть, простите, да, ход Д6 в этой позиции, он слабый, опровергается ходом Е5, но не все так просто. Черным здесь есть ответ конь G4. Должен признаться, что в Бликс против меня ни разу до сих пор так не сыграли. Все били на Е5 с той или иной фигурой. Однако, было бы нечестно по отношению к моим слушателям обойти вниманием ход конь G4. Этот вариант мы, конечно, рассмотрим сейчас. Должен признаться, что я не могу сказать, что я нашел здесь забелых перевес. То есть, какая-то активная позиция приятная есть, но прямого перевеса, если честно, не видно. То есть, сразу говорю, что для тех, кто любит приключения, ну и, в общем, я думаю, что для Бликс этот вариант вполне подойдет. У Белого здесь есть ход Е6. То есть, если сейчас черный бьет слон на Е6, то следует слон бьет Е6. ФЕ, конь G5, конь под боем, коня надо убирать, конь Е6, ферзь Д7, ферзь Е2. И у Белого здесь мощная компенсация за потерянную пожертвованную пешку, потому что король черного задерживается в центре. Коль на Е6 очень мощная фигура, сбить его оттуда нелегко. Видно, что у черного также не развиты добрая половина фигур. То есть, в этой позиции у Белого более чем достаточная компенсация. Основная проблема с этим вариантом связана с тем, что черный может побить пешкой на Е6. И вот здесь больше... Здесь не настолько легко за Белого продолжить атаку. Опять же, буквально приведу первые три хода из своих компьютерных анализов. Компьютер советует два ноля. Конь Е5, размен на Е5. Слон бьет слон Д7. Ну, на самом деле, по меру ресурса конь Е5 у черных там ничего особо... особых альтернатив-то и не было. Потому что все-таки защищаться не так легко. Керс Б3. И вот здесь, собственно, обоснование того, почему я не советую, по крайней мере, в серьезных партиях играть этот вариант за Белого. Потому что, вот казалось бы, Белые создали сильные угрозы. Там пешки Б7, пешки Е6, король в центре. Но он находится конь Е6. И здесь у черных КРС. Позвольте, не приводите здесь дальше варианты, просто... Проверьте мне на слово, что у черных здесь отличная позиция. Другое дело, что с практической точки зрения, я не уверен, что много Блицоров, например, на той же шахматной планете, даже с большими рейдингами, найдут в этой позиции ход кунь Е6. Если они его не делают, то у черных сразу хуже. Так что, как я вот и говорил, применяйте на свой страх и рейдинг. Для тех, кто хочет более солидную альтернативу за Белых, есть отличный ход ЕД. С него черные фактически вынуждены брать пешкой, потому что если они берут ферзем, то вот в этом варианте довольно плохая позиция у черных. Ну, опять же, вариант примерный, наверняка здесь были какие-то альтернативы, но сути дела не меняет это все. То есть черные немного опаздывают в развитии, это позволяет белым создать конкретные угрозы пункта С7. Даже если так случится, что черные каким-то чудом смогут здесь отбиться, увезти короля из центра и ничего не отдать сразу, у белых обычно хватит компенсации, по крайней мере, для равенства, потому что пешка на Д6 очень слабая. А у белых все фигуры стоят очень активно. Таким образом, ход ферзь Д6 слабый, поэтому его сильнее играть ЕД. 2 0, слон Е7, слон Ф4, 2 0, ферзь Е2. Ну, опять же, примерный вариант. Сейчас белые ставят одну ладю на Д1, другой ладю на С1. Ну, и рассчитывают на сильное давление по центральным вертикалям. Хотя должен честно признаться, что вот компьютер утверждает, что в этой позиции у белых лучше. То есть, даже, несмотря на потерянную пешку, Гудини говорит, что у белых мощная инициатива. Я же вот, скорее, склоняюсь к мысли, что наиболее вероятный исход борьбы в такого типа позициях, то, что черные более-менее благополучно разовьются, белые за это время, конечно, легко отыграют пешку от Д6 и получат небольшую инициативу, которую черные при, в общем-то, своей разумной игре смогут нейтрализовать и на ось дадут наиболее вероятный исход борьбы в этой позиции от ничья. Однако, какие-то фактические шансы белые сохраняют, и, в общем-то, я вполне могу рекомендовать этот вариант для применения. тем более, что другой разумной альтернативы, вот, кроме хода Е5 и готовности пойти на вот эту позицию, у белых нет. Ну, в общем-то, черные, умные черные стали понимать, что в этой позиции играть по НФ6 невыгодно. Поэтому, примерно, в конце 90-х годов здесь родился вариант с ходом А6. Идея простая. Вот, если сейчас белые делают любой ход, например, 2-0, ну, собственно, 2-0 это наша главная линия, КНФ6 у белых теперь нет ресурса Е5. То есть, легко заметить, что после Е5 черные могут просто побить на Е5 и на ФД8 побить конем на Д8. И нет ухода КНБ5. Получается, что белые просто без спешки и без особой компенсации в этом варианте. Ну, конечно, половить рыбку в мутной воде можно и здесь, но, опять же, с точки зрения объективной оценки позиции все это не слишком солидно. Поэтому белым приходится выбирать какой-то другой план. Здесь, ну, кратко мы рассмотрим три идеи за белых. Ход КНД5, ход слон Ф4, ход слон Е3. Ну, как бы, дело в том, что основной рекомендацией будет ход слон Ф4, но ход КНД5 это вот моя разработка, видимо, достаточно неплохая. Начнем с того, что белые угрожают испортить прическу на королевском фланге, после чего им будет гарантирована компенсация за материал. Поэтому зачеркнув напрашиваясь ход Е6. Тогда белые меняются на Ф6, терпят Ф6, слон Ж5. Опять же, не брать на Б2 довольно глупо, потому что получается, что у белых практически бесплатная инициатива. Поэтому основная линия Ферзь Б2 здесь Ладья Б1. После Ферзь А3 компьютер, программа Гудини, по крайней мере, утверждает, что здесь у черных перевес, в связи с тем, что у них две лишние пешки. Но перевес небольшой, то есть по-моему 0,2 в пользу черных. На мой взгляд, позиция вполне игровая, особенно для Блица. Белые могут просто убрать Ферзи А3, поставить Владьюна D1 или на С1 и организовать сильное давление на центр пешки, пешку Д6 в первую очередь. Кроме того, черные не так легко зарушить развитие, потому что ход слон Е7 во многих случаях будет наталкиваться на размин на Е7, с чего устраняется главный защитник пешки Д6 и вообще черных полей и у белых получается достаточно неплохая компенсация за материал. Однако риск здесь, конечно, присутствует, риск весьма немалый, поэтому опять же уже во второй раз за это видео повторюсь, что играть так можно, но только если вы хорошо чувствуете инициативу и не боитесь пожертвовать материал за, скажем так, не до конца ясную компенсацию. Собственно, другой ход за белых это слон Е3. Я практически всегда в длиц играю слон Е3. Ну, ход такой немного ловушечный, потому что шахматисты, которые применяют черными вот этот вот вариант с ходом А6 дальнейшей вот такой вот расстановкой коней, они практически на любые ходы белых здесь играют слон Ж4. Ход слон Ж4 это если не ошибка, то по крайней мере не точность. Потому что белые могут ответить ферзь Б3 и видно, что вот это вот двойной удар на пешку Б7 на пешку Ф7. И защитник одновременно не получается. Лучший шанс за черных здесь сыграть Е6 после ферзь Б7 коней А5. Ну, опять же, вместо Е6 можно, конечно, посмотреть другие возможности вместо Е6, но есть какой-то ход слон Ж5, но серьезно его рассматривать даже если честно не хочется. Достаточно сильный исход конь Ж5, но видимо проще всего просто ферзь Б7. И по сравнению с вариантами, которые вы увидите в дальнейшем, у черных не хватает темпа для развития хода Е6, который очень пригодился бы. Поэтому возвращаясь к главной линии, ну, взять на Б7 вынуждено, иначе вся эта вылазка ферзя не имела смысла. Конь под боем, единственный разумный ход Конь А5, на другие ходы просто теряется пешка на 6 и уже убил актичный материал. Какая-то цепочка фоксированных ходов, потому что две фигуры под боем, флот ФСБ4 вынужден. Но сразу заметим, что единственный разумный ход за черных это слон бьет ФСБ4, ну или в другом порядке. То есть Д5 не походит, потому что у белых есть промежуточный шаг. В дальнейшем они вскрывают центр и добираются до неохерованного черного короля. Единственное, что я хочу отметить по поводу этого ресурса Д5, что иногда бывают полиции, где черные делают нейтральный ход, например, слон Д7. здесь вот так играть не стоит, потому что в этой позиции Д5 уже выигрывает. Поэтому белым стоит здесь ограничиться более спокойными способами развития, например, сильно выглядит типичный план с ходами ФЕ2, Е6, ЛДФД1. Слон на Д7 немного нарушает координацию черных фигур. Опять же, я немного отвлекаюсь от темы, вернемся к главному варианту. размен на Ф3, размен на Т4, СЛД7, ну, ладьяк на Д1, два ноля. Позиция практически равная, если у кого-то и есть небольшой приоритет, то все-таки, наверное, у белых, потому что давление по центральным вертикалям, а использовать слабость пешки Ф2, Ф3 в этой позиции очень тяжело. Единственное, что не стоит спешить с ходом Е5, потому что очень часто у черных есть разумный и сильный ответ кунь Е8, после чего непонятно, чего, собственно, белые добились по движению Е5, кроме слабости в своем лагере. Заслуживает внимание простой и логичный ход ладьяна С1, или, может быть, король Аш1, с чего позиция, видимо, можно оценить как плюс ровная. Однако же ход слабость Е3 это не главный ход за белых, и проблема тут в том, что черные могут сыграть Е6, перейти к шевененгенским построениям, нюанс заключается в том, что, ну это, наверное, уже будет в следующем видео рассмотрено, нюанс заключается в том, что после того, как белые расставляют фигуры по известным образцам, вот тут вот слон на Е3 расположен довольно... Слон на Е3 расположен довольно глупо. То есть, опять же, в следующем видео вы увидите, что, по крайней мере, я рекомендую ставить слон на Ф4 в этих позициях. Ну, таким образом, как главную рекомендацию рассмотрим именно ход слона на Ф4, опять же, если черные здесь играют Е6, то мы получаем шюрингенскую структуру, которая еще пойдет в следующем видео. П5 выглядит по меньшей мере нелогично, на мой взгляд, у белых есть сильный ответ слон на Д5, после чего позиция черных трещит по швам. То есть, например, конь Д5, ЕД, конь ушел, конь идет на Д4. Черные весьма далеки от того, чтобы закончить развитие, а белые уже создают неприятные конкретные угрозы. Поэтому у нас слона Ф4, ну, помимо хода Е6, единственная разумная альтернатива в ход слон Ж4. Да, и вот тут вот проблема белых заключается в том, что идея с ходом ФБ3, как в предыдущем, как в предыдущем варианте, она, к сожалению, не работает. это связано с тем, что в общем, это связано с тем, что черные попадают в ключевом варианте, вот после ФБ3, Е6, ФБ7, К5, ФБ4, К4, даже не К4, а сначала Е5. Да, да, простите, я, конечно, сейчас покажу этот вариант на доске. ФБ3, Е6, ФБ7, К5, ФБ4, и вот, довольно тяжело предвидеть это издалека, здесь у черных есть ресурс Е5, сказывается положение слона на Ф4. Если теперь белые уволят слона, то у черных есть ход Д5. И идея в том, что после ФБ4 слон возвращается на Д7, и черные побеждают. Поэтому белым здесь надо жертвовать фигуры за очень сомнительную компенсацию. Вероятно оценка позиции стремится к значению у белых прориганов. Поэтому ни в коем случае нельзя играть Терс Б3. Но есть другой Е6, весьма сильный, ход А3. Ключевой ответ зачеркнут здесь слон идея. посмотрим в следующих роликах, но скажу, что на ход 2 0 здесь есть ресурс конь Д5, после него белые получают перевес. А в этом видео мы рассмотрим только ход слон H5. После чего, опять же, не зная теории в этой позиции, но не имея собственных анализов, тяжело разобраться, как играть белыми. Играть им надо G4. Опять же, очень часто это ослабление оказывается пагубным для белых, но опять же, здесь все решает конкретика. А чем с того, что уже F4 абсолютно точно не проходит, потому что белые просто берут на G4, а потом берут на F7. Это мы сегодня уже видели в немного другой позиции. Играет конь G5 и побеждают. Поэтому единственный разумный ход слон G6. Тут вот еще один ход, возможно не очень хочется делать, но делать его приходится, потому что иначе белые остаются без компенсации. Надо играть E5. После размены выбивать на E5. Не менять ферзей черные не могут, потому что в противном случае ферзь уйдет на A4 или на B3. Белые поставят ладьи по центру и дадут мат. Поэтому размен обязателен. Ну и казалось бы черные разменяли ферзей, фактически выполнили одну из главных задач у комбитимора и казалось бы, что никакой особой атаки за белых здесь не может. Однако не все так просто. Дело в том, что видно, что даже при размене на ферзях у черных довольно большое отставание в развитии, потому что пешка на e7 еще стоит на своей начальной позиции. Была бы на e6, была бы совершенно другая картина. А если черные сейчас играют e6, то у белых есть выбор между простым развитием ладья на c1, с этого слон уходит, конь уходит на a4, ладья вторая играется на c7 с компенсацией. Потому что обратите внимание, что во многих вариантах после того, как черные развивают слона, у белых есть ресурс g5, и на конь h5 h4. С чего конь h5 фигура, которая далека от своей оптимальной стоянки. Более того, черным неким защищать путь вторжения d7. Ну что, наверное, даже важнее, есть вот такой вот ресурс. Слон b3, слон e7, слон a4. Решаться аркировки не хочется, надо поэтому играть b5. И вот не странно, в этой позиции у белых неплохая компенсация за потерянную фигуру, потому что пешки бегут быстро, а черные для того, чтобы выковарить свою фигуру из королевского флага, надо потратить очень много темпа. За это время белые пешки двинутся очень далеко. Таким образом можно сделать вывод, что вот в этом манчпле, если это можно так назвать, у белых хорошая компенсация и шансы на получение перевеса. Поэтому на мой взгляд сильнее за черных не играть в лжи 4, а играть е6, переходить к шунингенской структуре. Однако, как ни странно, более популярными за черных является построение с сходом е6. Возможно, это объясняется тем, что подсознательно хочется ограничить сферу действия белопольного слона. То есть, когда он выйдет на c4, он будет опираться в пешку е6. Однако, тут опять же есть конкретные детали, связанные с тем, что после хода с на c4, который, казалось бы, позиционно некраватный, условно после этого опирается в пешку е6, у белых во многих вариантах появляется ресурс кодь d5. Кажется, что это в большинстве случаев некорректная жертва, однако, это не так. Во многих позициях удар кодь d5 очень силен и ставит короля черных в достаточно опасное положение. Тут у черных довольно широкий выбор ходов. Ну, вот конкретно в данном видео мы посмотрим только весьма популярный за черных вариант с ходами 2-0, кодь g e7. План черных просто, они хотят сыграть конь g6, слон e7, 2-0. С этого ни одна из черных фигур не попадает под пешечные тачки. Удар кодь d5 нейтрализован и кажется, что позиция черных неплохая. Однако, тут не все так просто. Белым необходимо знать в этой позиции ключевой ресурс лон g5. Ход выглядит по меньшему эскранду, однако, за ним есть такая конкретная идея. Во-первых, начнем с того, что словно же Басильдер стесняет развитие черных, поэтому им хочется его прогнать либо ходом f6, либо ходом h6. Ну вот, как ни странно, ход f6 является основным теоретическим продолжением. h6 против меня до сих пор не сыграли ни разу. Вот, мои анализы скорее говорят о том, что h6 ход более надежный и более сильный. Ну, кратко еще сейчас расскажу о теории хода f6. Дело в том, что более подробно теория этого варианта тоже будет рассматриваться в другом видео, которое скорее будет посвящено даже насколько теории о разборах одной очень интересной красивой партии, в которой был сыгран именно вот этот вариант. Кому не терпится ее посмотреть, скажу, что играли мне американские международные мастеры Марк Рессерман и известный голландский графмейстер Люк Ван Вилли. Ну, а пока только скажу, что белые в этой патриции должны убирать слава на е3, после конча 6 играет слон b3, и вот тут выясняется одна из главных идей, напрашивающийся ход b5, в этой позиции проходит удар кунь d5. Опять же, подробности будут в другой части серии видео по дамбитам ора. Скажу, что на любой другой развивающий ход слон е7, белые играют просто ладья е1 или даже перс е2. После этого чердам довольно тяжело с комфортом закончить развитие, потому что на ход 2 0 всегда следует код d5. е2, и следующим ходом скрытый шаг, и белые выигрывают материалы и получают позицию с перевесом. Кунь d5, d6, dE. Видно, что два слона очень сильные. Ну а после b5, кунь d5, там довольно большой пласт теории возникает после принятия жертвы коня. Ну в общем-то везде у белых достаточно компенсации. Всем спасибо, кто посмотрел данную часть большого видеоролика. Следующая часть выйдет завтра вечером. Мне будет рассказываться о варианте, в которых черные выводят в резонансы 7. Продолжение следует... Продолжение следует...